12.05 в Кирове. На 101.0 продолжается дневной разворот. У нас смена гостей, но не полная. Остается вице-спикер ЗАГС Собрания Роман Титов и присоединяются к нам Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению, рассмотрению обращений и приему граждан, и Андрей Воробьев, член общественной палаты Кировской области, эксперт в сфере ЖКХ и юрист. И говорим мы в этом часе о ЖКХ. Страшные три буквы. Вечная наша тема. Вечная наша тема, но сегодня ситуация вполне конкретная, точнее ситуации даже две. Первая история касается платежей за отопление по нормативу и тех сумм, которые получили жители домов, где еще не стоят общедомовые тепловые счетчики. Речь идет об оплате сентября. Вторая наша тема касается управляющей компании Ленинского района и тех бумаг, которые от управляющей компании Ленинского района получили жильцы очень многих домов в Кирове. На сайте прокуратуры длинный список этих домов, да, и жители некоторых из них, я письма потом просто приведу, в пример, вот эти письма получили и пошли платить по тем квиткам, которые выставлены были им с точки зрения прокуратуры незаконно. Ну, давайте сначала все-таки к отоплению, да, гости, поздороваться, то мы с вами и забыли. Добрый день, добрый день, и Роману тоже добрый день еще раз. Еще раз, да. Да, прекрасно нам жилось в те месяцы, когда мы не платили за отопление, а теперь вот снова как в первый раз. Ситуация с нормативами и ненормативами, почему мы попросили Романа остаться, он уже когда-то высказывался по этому поводу. Недавно поменялась эта система, два или три года назад, да, мы стали платить. По-моему, в 18-й год. А в сентябре 17-го. 17-й, да? Да, то есть у кого нет счетчика в доме, платят с сентября по апрель, независимо от того, сколько дней было отопление, там, одну и ту же сумму, немаленькую. И надо сказать, что до этого была система распределялась на 12 месяцев, по-моему, да, вот эти платежи за отопление, там все-таки такие суммы, ну, менее значительные были. Они размазывались по тарелке, и они были менее ощутимы для кармана. Летом мы тоже платили. Летом выдыхали, а с сентября начинали там вдыхать полной грудью, как говорится. Вот, и теперь летом мы счастливы, а все остальное время не очень. И в этом сентябре начали где-то топить у многих в конце вообще, там, в 28-9 числах, и приходят счета там 3, больше тысяч. Слушайте, ну, давайте чуть-чуть, позвольте, к предыстории-то вернемся. Вот когда это решение принималось, в мой адрес обращались в том числе представители ресурсоснабжающих организаций, которые говорили, нам выгоднее оставить систему 12 месяцев, потому что мы на ремонт, обслуживание сетей в летний период деньги получаем постоянно плюс-минус, там, в одном и том же объеме в течение 12 месяцев. И просили эту систему вернуть обратно. Однако, ну, органы исполнительной власти, они категорически стоят там на том, что вот давайте, там, не по 1-12, а там по факту отопительного сезона, это неудобно и гражданам, как выяснилось, ресурсникам это тоже неудобно. Потому что им приходится привлекать кредитные ресурсы в летний период для ремонта, обслуживания сетей к зимнему периоду. И история на этом и будет в этой ситуации подвешена? И история на этом ушла в песок, то есть, там, органы исполнительной власти стоят на своем, и органы местного самоправления платить по факту, платить в ходе отопительного сезона и все. Несмотря на то, что это неудобно никому, кроме чиновников, которые, не знаю, там... Я не знаю, чем это им удобно, может быть, там, коллега пояснит, какая-то их логика есть. Я, честно говоря, не улавливаю эффективность этой системы. Там была логика простая. Было немало нарушений при корректировках. Помните такое волшебное слово, которое, как правило, в первом квартале... Перерасчет. Перерасчет, да. Ну, она правильно называется, корректировка. Вот, ну, это как угодно называйте, но смысл заключался в том, что по итогам вот этих 12 месяцев, в первом квартале следующего года управляющая компания делала корректировку. И кому-то приходили квитанции плюс 5 тысяч, там, плюс 10 тысяч, особенно в Котельниче, помните, Слободской. Это были сюжеты телекомпании, неоднократно это показывали ситуацию. И в связи с непрозрачностью начислений по данной системе и практически невозможностью проведения проверки правильности перерасчета без соответствующих документов от управляющей компании, то есть самостоятельно это собственники, жильцы, они не могут проверить, правильно эта корректировка была или нет. Я так понимаю, что в том числе и в связи с этим было принято такое решение. По всем муниципальным образованиям Кировской области. А я правильно понимаю, что сейчас вот единственный выход для жителей все-таки, кто не хочет платить за два дня потребленного тепла 3000 рублей, это как-то активизировать работу по установке тепловых счетчиков, общедомовых. Для меня, кстати, удивительно было то, что они еще где-то не стоят. Мне казалось, уже в обязательном порядке они должны везде стоять, нет? Да. А кто тогда в этой ситуации виноват? Ресурсоснабжающей организации, потому что срок для собственников помещения в доме для управляющих компаний по закону об энергосбережении, он уже давно истек. И сейчас обязанность по установке данных приборов учета возложена на ресурсоснабжающей организации, на теплоснабжающей организации. Так. И, соответственно, я вот помню заседание Городской думы, когда АКТК говорила, что мы установили счетчики везде, кроме домов, где тепловая нагрузка меньше 0,2 гиокалорий в час. Это тоже был такой переходный момент по закону об энергосбережении, но теперь и этот переходный момент, как говорится, канул. То есть все сроки прошли? И даже для таких небольших домов с такой тепловой нагрузкой также необходимо ресурсоснабжающим организациям устанавливать общедомовые счетчики. А в таком случае насколько правомерна вот эта квитанция на 3 тысячи рублей в доме, где нет теплосчетчика, не установленного по вине либо ресурсоснабжающей, либо обслуживающей организации? Это вопросы правомерности начисления по данной теме все-таки должны решаться в государственной жилищной инспекции. Другой вопрос, что до конца года у нее запрет на проведение внеплановых проверок, но такого запрета у прокуратуры Кировской области нет, ну и, соответственно, других подразделений прокуратуры, которые вправе привлекать в том числе и сотрудников государственной жилищной инспекции для проведения проверок. Другой вопрос. У них запрет на проведение внеплановых проверок или они должны проводить по согласованию с прокуратурой внеплановые проверки? Или они вообще их не могут? Нет, они вообще не могут проводить. И они могут максимум предостережения дать, что ай-яй-яй, вот лучше бы так не делать. Но никаких предписаний, то есть каких-то ненормативных правовых актов они выдать в адрес управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций не могут, за исключением в случаях, если это есть угроза жизни и здоровью граждан. Экстренная ситуация какая-то. То есть это вот коронавирусный закон, который... Понятно. Чем не применуя некоторые воспользоваться, я так понимаю. Жилинспекция опять разъяснила все эти правила, счетчики, не счетчики. Сказала еще раз, нету права на перерасчет у вас, вот что там пришло, то и оплачиваете, несмотря ни на что. Но это не во всех случаях. Кроме случаев, когда вам подали, а потом отключили на срок, который превышает норматив. Вот так же и объясняет. Ну вот есть еще один очень популярный случай, вот это как раз недавно я с ним столкнулся, по дому Воровского 110, там он находится под управлением товарища со собственной недвижимости, дом на прямых договорах с КТК. И КТК выставили за сентябрь месяц по нормативу. Хотя до этого у них исправно работал прибор учета. Но в мае этого года у него закончился срок поверки. И пока... Проморгали? Нет, не проморгали, пока запрашивали техусловия в КТК, пока делали проект на установку нового счетчика, пока его заказывали, устанавливали. Вот как бы лето-то и прошло. И его установили в конце августа. И здесь есть не совсем как бы конкретные нормы нашего жилищного законодательства, которые позволяют теплоснабжающей организации считать, что если три расчетных месяца с момента выхода из строя теплосчетчика прошли, то необходимо применять норматив. А с другой стороны, вот эти календарные месяцы, они не являются расчетными периодами для начисления платы за отопление. Там разная трактовка. Да. И вот как раз расчетным периодом для начисления платы за отопление является первый месяц отопительного периода, то есть сентябрь. И вот если применять такое толкование, что там сентябрь, октябрь, то в данном случае три месяца-то не прошли. И выставление по нормативу неправомерно. Неправомерно. И нужно применять методику, которая предусмотрена в 354-м постановлении, это правило предоставления коммунальных услуг гражданами, исходя из среднемесячного за прошедший отопительный период. И эта сумма, возможно, будет меньше, чем по нормативу. Но вот конкретно поэтому дома она примерно в три раза будет меньше, чем плата по нормативу, потому что за двухкомнатную квартиру пришли счета, это примерно по 4000 рублей. За сентябрь, где у них было отопление, всего 5 дней, по-моему, да. Ну хоть 5, не 2. 5-5 дней, по 800 рублей в день люди платили за тепло в квартире, двухкомнатной. Зарабатывая. Да, но все-таки вот возвращаясь к более такой массовой истории, то есть вот та история, которую сейчас Андрей нам привел, это частная история. А история, ну в целом, там по домам, где нет еще теплощетчиков, хотя все сроки прошли. И вот правомерно, неправомерно выставление этих счетов по нормативу. Я правильно понимаю, раз у прокуратуры все-таки есть полномочия, прокуратура может этим вопросом заняться, но нужны какие-то обращения. То есть до момента, когда не будет жалобы от жильцов каких-то или просьбы проверить этот вопрос, прокуратура вмешиваться не может. Ну, я думаю, что в данном случае гражданам, безусловно, нужно обращаться с ответственным заявлением в то подразделение прокуратуры по месту их жительства. С первичным обращением, в котором излагать доводы, почему не согласны с теми или иными начислениями, в общем-то, в сфере оплаты за жилищно-коммунальные услуги. И у нас тогда будет повод для проведения проверочных мероприятий. И тогда у прокуратуры будет возможность все-таки посмотреть, по чьей вине эти плащечки в доме вовремя не появился, и люди теперь платят по нормативу за сентябрь 3 тысячи рублей. В том числе и эти вопросы. Спасибо большое, Оль. Я думаю, что эту тему мы, наверное, сейчас временно... Временно, и надеюсь, что Роман нас услышит и придаст какой-то новый импульс или что-то еще. Я просто прекрасно помню ряд ситуаций, которые были в 16-17 годы по ленинской управляющей компании, когда люди выходили на меня. Я тогда в УНФ активно работал, и они говорили о том, что ленинская управляющая компания, крупнейшая на тот момент, не знаю, как сегодня в Кире, она просто препятствует. То есть не устанавливают счетчики и препятствуют их там инициативам установки со стороны граждан. Просто вот понимаете, мы в итоге пришли в такую ситуацию, что большая часть людей, она заплатит квитанции, которые к ним пришли, по тем цифрам, лишь меньшая часть людей, она пойдет отставить свои права, в том числе в органы прокуратуры. И в итоге такая, знаете, ситуация спасения утопающего, дело рук самого утопающего. Я посмотрю тоже, что здесь можно с нашей стороны посмотреть, и услышал еще раз очередное подтверждение того, что ряд, скажем так, коронавирусных ограничений на проверке субъектов предпринимательской деятельности, они используются этими субъектами для злоупотребления и для нарушения прав граждан. Посмотрим, потому что мы готовим аналогичное обращение по злоупотреблениям, связанным с занятостью. То есть на Москву мы пишем, может быть и здесь опыт изучим и какие-то корректировки подскажем. Спасибо большое. Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Есть звонок у нас. Добрый день. Добрый день, Надежда. Да, Надежда. Вот у меня такой вопрос. У нас очень много трупов, которые находятся на улице, и очень много трупов неутепленных. Они годами стоят оголенные, и никто за этим не следит. Я думаю, что это обязанность прокуратуры, наверное, или чья? Надежда? Надежда, скажите, а вы где живете? Вы в Кирове или где-то в районах области? В Кирове. В Кирове. Ну, Надежда, такой крик в душе, это то, о чем много уже говорилось, да, по поводу того, что топим мы, ну, воздух в том числе, да, оплатят за это жители. Ну, все-таки, если на самом деле гражданка считает, что здесь есть наша какая-то компетенция, наша полномочия, то, как еще раз я ранее сказала, вы можете обратиться с соответствующим заявлением в ту районную прокуратуру, которая по месту вашего жительства. То есть Ленинский район, прокуратура Ленинского района. Ну, вообще, при формировании тарифа это учитывается теплопотерей, там коэффициент определенный он закладывается, поэтому тут надо просто, ну, там, сравнить. Ну, в каждом конкретном случае надо просто смотреть ситуацию, да, конечно. Да, в каждом конкретном случае надо разбираться, и прокуратура здесь может там сделать. Ну, понятно, что за трубами мы не надзираем, но законность принимаемых, либо непринимаемых действий, решений тех уполномоченных лиц, которые должны этим заниматься, мы дадим. Спасибо. Так, тему по отоплению временной, я думаю, что мы ее пока ставим на паузу и смотрим за развитием событий. Я не знаю, сможет ли Роман Титов с нами остаться или все-таки пойдет. Все, хорошо. Большое спасибо Роману, вице-спикеру ЗАГС Собрания, пояснил нам. Мы сейчас к теме взысканий переходим, взысканий неправомерных, как приняла решение прокуратура, да, посчитала прокуратура. Я, собственно говоря, вот сейчас такую историю вопроса напомню нашим слушателям. Наверняка многие сталкивались и лично, потому что, еще раз, список домов очень большой. Где-то в августе примерно, да, или в июле, я вот сейчас уже не помню, жители очень многих домов, находящихся в управлении Ленинской компании, да, либо когда-то находившихся и ушедших, да, к другим управляшкам, извините за это слово, получили квиточки. В квиточках было написано, твое исполнение решения арбитражного суда, номер такой-то, от такого-то числа, значит, вы обязаны выплатить такую-то сумму. И эта сумма в зависимости от дома и квартиры была разной. То есть вот у нас, например, на Дериндяево 112 за нашу там четырехкомнатную маленькую квартиру 60 метров, это была сумма там 758 или что-то рублей. Вот, коллеги мои, там и знакомые в доме на Карла Маркса 169 рассказывали про платежки, в которых фигурировала сумма там на двухкомнатную квартиру 3-4 тысячи. У нас в доме соседи некоторые с меньшей площадью, кстати говоря, получили почему-то вот эти письма на большую сумму, чем мы. Вот, но последнее, что я видела, это общежитие, которое до сих пор в управлении Ленинской компанией, Дериндяево 114, и там на два блока 8 комнат в общей сложности пришли две вот эти бумаги, по которым жильцы обязаны доплатить 27,5 тысяч и 3,5 тысячи. То есть вот на 8 комнат это в общей сложности 32 тысячи рублей, вы не положь, как бы доплати. Очень много вопросов возникло, когда пошли вот эти квитки, никто не понимал, что это, никто не мог ответить, что за перерасчет, какие доплаты. Ленинская компания давно не с нами, извините, да, за что это все выставлено. Консультировались мы с юристами, Андрея, по-моему, тоже тогда привлекали, потому что не понимали, надо оплачивать эти квиточки или нет. Что мы выяснили? Что в свое время управляющая компания Ленинского района в некоторых домах, и их много, не поверила вовремя счетчики общедомовые, как я понимаю, на электричество. И в итоге возник какой-то момент, когда поставщики ресурсов выставляли плату по нормативу, а жильцы платили по показаниям своих квартирных счетчиков. И вот эта разница, этот разрыв управляющей компанией, ну вот была предпринята попытка возложить как раз на жильцов. Если я верно поняла, нет, Андрей, тогда поясняйте. Ну, насколько я помню ту историю, там как раз была ситуация в том, что управляющая компания выставила собственникам плату за общедомовые нужды по электроэнергии, исходя из норматива, то есть по фиксированной цене и по фиксированному значению киловатт-часов. А как оказалось, по факту, объем общедомовых нужд по электроэнергии, который является разницей между показаниями общедомового прибора учета и суммой фактических показаний индивидуальных приборов учета, она оказалась больше. И управляющая компания, не собрав вот эту вот разницу, она осталась с долгом перед энергосбытовой организацией. И как раз вот эти долги-то и были изысканы в рамках дела в арбитражном суде Кировской области. Вина-то чья была в этой ситуации? Все-таки жильцов или управляющей компанией? Нет, это жильцы в этом плане виноватыми быть не могут никак, потому что у них жестко регламентировано законодательство, правила коммунальных услуг. Там четко указано, сколько им нужно начислять, исходя из каких нормативов. Эти нормативы у нас утверждены от министерства, точнее по электроэнергии, это правительство Кировской области еще в 2017 году. Поэтому там все четко регламентировано. То, что управляющая компания, например, не выявляла каких-то нарушителей, которые, например, могли каким-то образом сокращать потребление электроэнергии, там устанавливать магниты или там что-то еще, или там где-то были несанкционированные подключения по электричеству, или, допустим, свет везде горел в подъездах постоянно утром, днем и вечером, там что-то еще было подключено, и по факту оказалось, что больше, чем по нормативу, то здесь, конечно, это бездействие, в данном случае, управляющей компанией Ленинского района, которое им было оплачено... Которое вылилось в долг 43 миллиона. В долг, и которое, по сути, им должно было быть оплачено из той прибыли, которую она получает за счет управления многоквартирными домами. Жильцы не виноваты, но всегда, все равно, в любом случае, счета на них возлагаются. Ну, счета приходят на них, мало того, что счета приходят, то есть вот счета их разнесли, люди там, значит, кто-то заплатил, я уверена, что были такие, кто заплатил. Вот, кто-то временно, значит, посоветовавшись со всеми возможными знакомыми, решил пока не платить и подождать, чем дело кончится. Прошло какое-то количество времени, ну и, собственно, вот сейчас в почтовой ящике, это было на прошлой неделе, жители тех домов, которые фигурируют как раз в новости прокуратуры, их, еще раз повторю, очень много, поступили письма, письма за подписью, я сейчас вам скажу, заместителя генерального директора, управляющей компанией Ленинского района, С.Г. Долгов. Вот, и в этих письмах говорится о следующем, что, напоминаем, вы должны, значит, заплатить такую-то сумму, за вами числится долг, и дальше жирным шрифтом. В случае, если в течение 10 дней с момента получения уведомления указанная задолженность не будет погашена в полном объеме, управляющая компанией Ленинского района будет вынуждена обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. И дальше, значит, там идет пояснение, что будет взыскан не только долг, но и услуги судебных приставов, представителя, почтовые расходы в размере от 7 тысяч до 15 тысяч рублей. Все это жирным шрифтом выделено и не может не мотивировать, ну, как минимум задуматься, может, действительно оплатить в 10-дневный срок какой-нибудь небольшой долг в 700 рублей, условно говоря, чтобы не платить потом от 7 до 15 тысяч. Письмо датирован на 30 сентября. А новость на сайте прокуратуры, в котором говорится о том, что вы пресекли факт вот этого незаконного взимания платы за ресурсы, датировано 8 октября. И в новости, Евгения, насколько я помню, говорится о том, что управляющая компания Ленинского района согласилась с тем, что была неправа, и направила в расчетно-консультационный центр письмо с отзывом вот этих необоснованных квитанций. Письма с отзывом я в своем почтовом ящике пока не нашла. Кто должен предупредить жильцов о том, что они не должны платить, или сказать им железно, вы не должны платить, выбросите эти квитанции? Ну, на самом деле, вот о том письме, о котором вы изначально начали говорить, датированном к концу сентября, удивительно, условно, потому что на тот момент уже нами было внесено представление, оно было внесено, в общем-то, в начале сентября текущего года, по результатам проведенной проверки, по обращениям граждан, ну и также соответствующей публикации в средствах массовой информации. То есть уже 10 сентября, да, управляющая компания Ленинского района уже получила наше представление, и, в общем-то, у нее было время за этот период рассмотреть, соответственно, принять меры к устранению выявленных нарушений. И 6 октября от них нам поступил соответствующий ответ, в котором они указали, что, да, они согласились с тем, что на самом деле законодательство было нарушено, и что они принимают меры для того, чтобы их устранить. А какие меры они должны предпринимать сейчас? Ну, они на самом деле, вот, в своем письме, ответе на наше представление, они, в общем-то, и указали о том, что они направили документы в расчетно-консультационный центр, вот, о том, что эти счета необоснованно предъявлены. Вот поэтому... То есть они свою задачу считают выполненные. Они расчетно, расчетный центр предупредили о том, что счета были неверными. А что происходит дальше? Вот у нас просто остается до рекламы, наверное, и минута. Я бы, не знаю, спросила сейчас, наверное, из звукорежиссера, можем ли мы немножко пораньше уйти на рекламу, чтобы потом не прерываться вот в этом пояснении. Можем. Спасибо большое. Евгения Бутко, помощник прокурора Кировской области по правовому обеспечению и рассмотрению обращений приема граждан. Андрей Воробьев, член общественной палаты Кировской области, эксперт в серии ЖКХ, юрист в нашей студии. Мы разбираемся вот с этой ситуацией с платежками, непонятно совершенно. Прекрашная история в стиле анекдота про чек и пункт не прокатило. Ну да, да-да-да. Вот, собственно, остановились мы на чем? По представлению прокуратуры управляющая компания Ленинского района признала свою неправоту, да, и согласилась с тем, что нужно в расчетно-консультационный центр подать информацию о неправомерно выставленных платежках. И, собственно, вот все, что я понимаю, как бы и вижу сейчас, видимо, на этом вот действия управляющей компании и закончились. Или они не должны заканчиваться на этом, Андрей? На мой взгляд, конечно, они должны. Как дальше происходить должно все? Это, во-первых, как только управляющая компания поняла, что их действия незаконны, да, или ошибочны, мягко говоря, или уже позднее, я так понимаю, увидев представление прокуратуры, она должна была принять меры о том, чтобы во все почтовые ящики всех домов разослать письма там на красном листе бумаги жирными буквами, где должно было быть написано, что платежки, которые вы получили там неделю или две назад, ни в коем случае не оплачивайте, это ошибка. А если вы уже оплатили? Если вы уже оплатили, то эти деньги вам будут зачтены в счет, как бы, следующих периодов, если дом находится под управлением управляющей компании. До сих пор? До сих пор. А если уже не находится? А если уже не находится, то вы можете подойти в офис там на Сурикова 15 или в расчетно-консультационный центр и с паспортом написать заявление, и мы вам эти деньги тут же вернем. Вот по идее добросовестность управляющей компании могла быть выражена именно в таких действиях. Мы пока письма такого не находили в своем почтовом ящике, и объявления такого в своем подъезде не находили, а нашли вот как раз те самые письма с указанием о том, что надо заплатить немедленно долг, а иначе от 7 до 15 тысяч. От 7 до 15. Это потому что и если кто-то уже действительно заплатил, а я думаю, что такие есть, я думаю, что им надо уже, ну, может быть, не бежать, но поторопиться с таким заявлением об управляющей компании, или кто обладает там опытом написания обращений, обратиться в прокуратуру по конкретному дому, по конкретной квартире, а если кто еще обладает опытом, так сказать, в суде участвовать, то может уже непосредственно иск подать в суд, но управляющий компанию, а взыскание неосновательного обогащения, то есть переплаты. Да, Андрей, но я просто думаю, что из-за 700 рублей очень немногое количество людей пойдет через суды. Но у кого-то 700, у кого может быть и не 700. У кого-то там 3-4 тысячи, может быть. И дело это все в том, что сейчас управляющая компания в арбитражном суде, это подано заявление на банкротство, на признание управляющей компании Ленинского района банкротом. Я напомню, города Кирова уже давно банкрот, управляющая компания Ленинского района. На это подано заявление о банкротстве. Приняты обеспечительные меры судом в части того, чтобы управляющая компания не проводила общее собрание по переходу собственников дома, по переходу дома в другую управляющую компанию, не проявляла инициативы по расторжению договоров управления. И в данном случае, если в ближайшее время наступит, так сказать, первоначальная стадия банкротства, это процедура наблюдения, то деньги потом жители свои не выцарапают. Я правильно понимаю? Они уже свои вернут вряд ли. Это потому, что здесь им необходимо будет вставать в реестр кредиторов. В противном случае, выплаты им денег, а получается, что нарушат очередность. При выплате другим кредиторам, во первую очередь, это вот Энергосбыт Плюс, или там Куприт. Ну, в общем, вот эти вот ресурсы, в общем, те ресурсы, которые, они перед жильцами стоят. Да, да. И поэтому я бы в этом случае, если для кого-то это существенные деньги, я думаю, что для многих это существенные, то необходимо уже какие-то меры предпринимать. Как минимум написать заявление в управляющую компанию. Еще раз. То есть дойти хотя бы ножками до управляющей компании и сказать, верните мне мои деньги, которые вы с меня взяли неправомерно, ошибочно. Еще раз обращаю внимание, значит, на даты просто. Представление прокуратуры было вынесено 3 сентября, да, говорит нам Евгения. 30 сентября, уже имея на руках представление прокуратуры, управляющая компания рассылает жильцам вот такие письма с угрозами от 7 до 15 тысяч рублей, если не заплатите вовремя. 5 октября только, то есть спустя неделю, отправляет ответ прокуратуре на представление, говорит, да-да, мы с вами согласны, и мы уведомили расчетно-консультационный центр. Вот, и до сих пор, сегодня у нас 13 октября, никаких писем о том, что платежки неправомощны, в почтовых ящиках люди у себя не находят. Вот, это не может не заставлять задумываться. И я, насколько понимаю, помимо вот этого решения о неправомерности платежек, есть ведь еще какие-то действия, которые прокуратура сейчас в отношении ленинской компании проводит в связи с этой ситуацией. Правильно ли, Евгения? Да, все верно. Нами было инициировано проведение доследственной проверки, которая в настоящее время еще проходит, то есть решение о возбуждении, либо отказе возбуждения уголовного дела органов внутренних дел еще не принято. Но, как бы так или иначе, данные проверки нами взят на контроль. А предмет проверки в чем? То есть это незаконная какая-то попытка обогащения, мошенничество. Да, здесь именно нужно смотреть все основные вот эти такие моменты. Был ли умысел? Да, был ли умысел, и что привело к сложившейся ситуации. Ну и помимо этого, нами также было возбуждено дело об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушениями лицензионных требований. Данное постановление в настоящее время направлено в Государственную жилищную инспекцию, в которой он находится на рассмотрении. То есть тут лишение лицензии, или как может быть? Ну, я думаю, что тут, скорее всего, штраф, как мера наказания, как вид наказания применим. Который потом тоже возложат на жильцов. Господин Долгов. Ну, за других людей мы говорить не можем. Да, вот у меня просто еще вопрос. Который там тоже мне, как человеку, получившему эти волшебные письма от 7 до 15, извините, да, и дает покоя, это то, что в новости прокуратуры говорится и перечисляются все-таки дома, которые когда-то были в управлении ленинской компании, и сейчас уже нет. Вот если мы говорим про Дериндяева, 114, я приводила суммы, да, там 27,5 и 3,5 тысячи рублей, выставили людям такие счета. Дом, насколько я понимаю, до сих пор все еще под управлением. Вот эта ситуация с неправомерно выставленными платежками, она касается только домов, в которых ленинская компания уже не работает? Или дома, которые по-прежнему в управлении получили такие же вот письма, тоже могут обратиться в прокуратуру? Я думаю, что в первую очередь нужно обратиться к саму управляющую организацию с соответствующим заявлением, чтобы эти платежи были отменены, ну да, отменены, учтены при последующей оплате. Нет, если они не внесены еще. А если они не внесены еще, то есть надо пойти и разобраться, в чем дело, и что это за платежи, и откуда такая сумма. Да, соответствующую претензию направить в установленном порядке, и уже, конечно, по результатам рассмотрения данной претензии, если требования того или иного жильца будут не удовлетворены, тогда, конечно же, пусть эти граждане обращаются к нам именно уже об обжаловании бездействия либо на решение вот этой управляющей организации. Еще у меня вопрос все-таки. Есть звонок. Добрый день. Алло. Можно говорить? Да, можно говорить. Как вас зовут? Сергей Игоревич. Да? У меня вопрос к Андрею Воробьеву, к юристу. Вот смотрите, Андрей, дом Карла Литти, 153. И у нас то же самое. Пришли клетанции. Ну, и когда я пришел разобираться в управляющую компанию, мне был представлен договор, что у управляющей компании Ленинского района заключен договор с Т-Плюс. Соответственно, они должны были проводить проверку счетчиков. И, в общем-то, юристы в управляющей компании абсолютно грамотно объяснили, что по вине Т-Плюс и была вовремя проведена проверка. И из-за этого, из-за этого, из-за этого агентского заговора мы получили счет. Вот соседние домашние считания получили, а мы получили счет, ну, соответственно, о доплате. Как вы это прокомментируете? Спасибо. То есть Ленинская компания возложила ответственность за ситуацию на поставщика ресурсов, правильно? Алло, Сергей. Все, отключился Сергей. Ну, вот если я верно поняла, о чем говорит Сергей, это о том, что Т-Плюс должно было провести проверку счетчика, не провела вовремя, и из-за этого, собственно, вот эта вот ситуация возникла. Ну, насколько я понял, это как раз повторяет ту историю Павровского 110, которую я рассказал в начале. То есть, когда управляющая компания Ленинского района поверила счетчик, то есть, увезла на поверку, привезла поверенное, свидетельство о том, что он еще пригоден на 4 года для коммерческого учета. Но, вот, судя по комментарию этого слушателя, Кировская теплоосправляющая компания не своевременно его ввела в эксплуатацию. И тем самым как раз вот прошли вот эти три расчетных периода, и эта плата была начислена по нормативу. То есть, условно говоря, там счетчик был поверен в мае, ну, там, например, в июле, в августе, а акт ввода в эксплуатацию был, например, в конце сентября. И, вот, например, в таком случае теплоосправляющая компания это посчитала. Но это надо разбираться, это есть органы государственного жилищного надзора, прокуратура. Я думаю, что, если вот заявитель считает, что его права нарушены, то ему, наверное, надо обратиться. И когда будет проведена проверка, тогда более, ну, это будет более ясно. Пока лишь вот такое предположение. Понятно. Я надеюсь, что мы на вопрос Сергея ответили. Если что, я просто Сергею говорю, что телефон Андрея у нас есть в редакции. И если нужно будет проконсультироваться, я думаю, что Андрей не откажет. Можно будет дать его телефон, если вдруг вы не получили ответа на ваш вопрос. Все-таки я возвращаюсь к истории с этими письмами. Вот та ситуация, когда управляющая компания пишет ответ на представление прокуратуры, что мы направляем, так я сейчас скажу, письмо с отзывом необоснованно предъявленных платежных документов в расчетно-консультационный центр. Дальнейшая ответственность за дальнейшие действия с управляющей компанией снимает или не снимает? То есть вот это единственное, что они должны сделать. То есть они вот отправили это письмо в расчетный центр, и все. И они самоустранились от этой ситуации. А когда получат жильцы уведомление о том, что не нужно оплачивать, объявления будут ли вывешены, это уже их вообще там не касается и не должно касаться. Или они обязаны эту ситуацию проконтролировать до конца, убедиться, что вы везде... Конечно, конечно. Это непосредственно их обязанность, эти денежные средства в установленном порядке вернуть, так или иначе. Я могу сказать, что обычно по таким случаям, если вдруг они случаются, и мы какие-то меры принимаем прокурорского реагирования, в обязательном порядке мы в последующем отслеживаем, каким образом данные нарушения фактически устранены. То есть опять же, как мы можем это уточнить, ну как бы, каким образом мы это контролируем, либо появляются, например, какие-то, опять же, обращения от граждан, либо мы сами через какой-то период времени смотрим, каким образом, какие меры приняты той или иной организации для устранения имевших место нарушений законодательства. А как вы смотрите? Вы просто с ними связываетесь и говорите, устранили, не устранили? Ну почему делается? Либо соответствующий запрос. Запрос. То есть, безусловно, это все идет какая-то официальная переписка, никаких там, понятно, незвонков, это все, как понимаете, все не то. То есть, они должны нам официально ответить. Что да, мы устранили. Да, мы устранили, каким образом. И, соответственно, если есть необходимость, мы проверяем соответствующие документы, которые будут, опять же, подтверждать, произведены ли вот эти вот выплаты этим гражданам, которые необоснованно произвели оплату по квитанциям. Да, у меня просто вопрос. Я правильно понимаю, что вот сейчас, если человек пойдет оплачивать тот предыдущий счет, в банке, или куда он там ходит, оплачивать, ему не обязаны говорить о том, что нет, извините, там, да, вот этот платеж, он не нужен сейчас. То есть, не уведомлены банки об этом. Я думаю, что они просто даже не знают об этом. У них это постоянно в день приходит, я не знаю, может быть, тысячи человек, это кто оплачивает эти счета. Счета за коммуналку. и поэтому в каждом конкретном случае, конечно, вряд ли оператор, у которого такая, как бы, больше техническая работа, знает такие нюансы и сможет еще дать специальную консультацию, что вот здесь оплачивателей нет, тем более, мне кажется, это не компетенция оператора, а по этой банке что-то пояснять. Есть специальные органы, которые уже точно могут сказать, что да или нет. В общем, я обращаю внимание наших слушателей еще раз. На сайте прокуратуры Кировской области есть новость от 8 октября. Прокуратура пресекла факт незаконного взимания платы за коммунальные энергоресурсы на сумму 15 миллионов рублей, ну и там подальше, да? И там есть список домов, очень длинный. Там более 170 домов. Тех самых, которые не должны платить, оплачивать вот эти квитки. Пожалуйста, зайдите туда, посмотрите, если вы получали эти квитанции, есть ваш дом в списке или нет. Если есть, можете смело не платить. Анна, вот я хотела бы еще сразу пояснить, чтобы снять все вопросы. Если вообще у граждан когда-то возникают какие-то моменты, они не согласны с каким-то начислением платы за жилищно-коммунальные услуги, либо они сомневаются, необходимо ли ее вносить. Всегда в первую очередь нужно обратиться в эту управляющую организацию с соответствующей претензией для того, чтобы точно узнать. Ну и в последующем защищать свои права уже у нас. Спасибо большое. Евгения Будко, помощник прокурора Кировской области, Андрей Воробьев, член общественной палаты Кировской области, эксперт в сфере ЖКХ и юрист, были в нашей студии. Программа «Дневной разворот» на этом завершается. Мы с Ольгой Болезиной прощаемся. Всем до свидания. До свидания. Всем тепла. До свидания. Всем тепла.